привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами алексей колчин и наш сегодняшний ролик называется электростатическая индукция а начну я с объяснения опыта который показывал андрей в предыдущем ролике электрические заряды я натираю пластмассовую трубу подношу ее к шарику электроскопа и мы видим что стрелка электроскопа отклонилась хотя я не касался шарика а как только я отвел трубу то стрелка вернулась в исходное положение и еще раз подношу стрелка отклоняется и возвращается в исходное положение и нам надо объяснить это явление пластмассовая труба заряжена отрицательно и этот заряд отталкивает от себя электроны поэтому шарик электроскопа заряжается положительно а электроны уходят на скобу и стрелку и поскольку на них находятся одноименные отрицательные заряды они отталкиваются друг от друга и стрелка отклоняется а теперь сделаем еще один опыт здесь на вертикальной оси установлена деревянная рейка теперь я снова натираю пластмассовую трубу наш источник отрицательного электричества и переношу заряд на этот металлизированный шар а теперь я подношу шар к рейке и рейка притягивается к шару приходит во вращение я могу ускорить это вращение а могу его замедлить поднося шар с другой стороны вот рейка остановилась а теперь она раскручивается в противоположном направлении чтобы объяснить этот опыт надо принять во внимание что даже сухая древесина содержит некоторое количество влаги и проводит электричество и когда я подношу отрицательно заряженный шар концу рейки электроны уходят на другой ее конец а этот конец заряжается положительно и притягивается к шару явление разделения и перетекания зарядов в проводниках под действием внешних электрических зарядов называется электростатической индукцией слово индукция в переводе с латыни означает наведение ну и в физике есть много разных индукций нужно запомнить что наша индукция электростатическая алексей показал нам несколько опытов а теперь мы поговорим о том как можно использовать электростатическую индукцию для электризации тел сейчас левый шар заряжен отрицательно подносим к нему незаряженную гильзу и гильза притягивается к шару за счет перераспределения зарядов на ней то есть за счет индукции правое вытянутое тело не заряжено и гильза с ним практически не взаимодействуем сдвинем шары вытянутое тело не давая им соприкоснуться и теперь заряды на вытянутом теле должны перераспределиться так что отрицательно заряженные электроны уйдут подальше от шара теперь гильза притягивается к носику за счет индукции а потом соприкасается с ним заряжается отрицательно и отталкивается от него поднесем гильзу к шару и видно как сильно она теперь от него отталкивается а теперь еще один опыт шар сейчас уже заряжен отрицательно чтобы в этом убедиться поднесем к нему гильзу она притянулась потом отскочила объяснение этой части опыта мы уже знаем действуем дальше берем шар и подносим его сверху к диску электроскопа и мы видим что стрелка отклоняется а когда убираю шар она возвращается на место объяснение этой части опыта нам тоже уже известно а теперь будет нечто новое вот эта металлическая палочка через провод подсоединена к батареи центрального отопления играет роль заземления по проводу электроны могут уходить на землю и приходить земли я снова беру шар подношу его к диску не касаясь стрелка отклоняется и теперь я заземляю скобу убираю шар и стрелка отклоняется еще сильнее почему же это произошло объяснение начну с уже знакомой нам ситуации когда заряда на электроскопе под действием внешнего отрицательного заряда перераспределяются так что пластины электроскопа заряжается положительно а скоба со стрелкой отрицательно при этом полный заряд электроскопа конечно остается равным нулю а вот когда я заземляю скобу электроны уходят со скобы на землю при этом действие отрицательно заряженного шара столь велико что скоба и стрелка не просто нейтрализуется но на них тоже образуется недостаток электронов и они заряжаются положительно теперь отомкнем заземление а потом отодвинем отрицательно заряженный шар от электроскопа и он оказался заряженным положительно но это еще не все а вот теперь мне будет неудобно рисовать перемещение электронов по электроскопу, и я лучше скажу, хотя педантам это может не понравиться, что избыток положительных зарядов уходит с диска на скобу и стрелку, в результате чего стрелка отклоняется ещё сильнее. И здесь есть мораль, и заключается она в том, что раз уж мы занимаемся физикой, нам надо различать модели и реальность. И если в реальности отрицательно заряженные электроны движутся по проводнику в одну сторону, то в модели мы вполне можем себе представлять воображаемое движение положительных зарядов в другую сторону и говорить о том, что направление этого движения – это и есть направление электрического тока. Хотя, конечно, никакие положительные заряды при этом никуда не движутся. мы вспоминаем про реальность и помним, что электроны движутся в противоположном направлении. А я сделаю ещё один опыт, связанный с электростатической индукцией. Здесь передо мной лежит пластиковая пластина, и я натираю её полотенцем, заряжая отрицательно. А эта пластина металлическая, с изолирующей ручкой, и я ставлю её на пластик. Теперь прикасаюсь к металлической пластине и чувствую электрический разряд. Отрываю металлическую пластину от пластика, касаюсь и снова разряд. Ставлю её на пластик, разряд. Поднимаю, снова разряд. И так можно делать раз за разом. Металлическая пластина вначале электрически нейтральна, а поверхность пластика заряжена отрицательно. Когда я кладу металлическую пластину на пластмассовую, на ней происходит перераспределение зарядов. Электроны отталкиваются и уходят на верхнюю сторону пластины, а нижняя сторона заряжается положительно. При этом полный заряд металлической пластины по-прежнему равен нулю, потому что заряд с пластика на металл почти не переходит. Заземляем металлическую пластину, прикасаясь к ней пальцем и электроны с неё уходят на землю, а нижняя сторона пластины остаётся заряженной положительно. Убираем заземление и отводим пластину. Теперь положительный заряд перераспределяется по обеим её сторонам. Снова заземляем пластину, электроны приходят на неё с земли, пластина нейтрализуется и всё вернулось в исходное состояние. Так что опыт можно повторять снова. Это устройство называется электрофором, то есть переносчиком электричества. Оно было изобретено в 18 веке и усовершенствовано Александра Вольта. И основное его достоинство в том, что с его помощью можно переносить и накапливать заряды. Накапливать мы их будем с помощью лейденской банки конденсатора 18 века. Как устроена лейденская банка мы расскажем в отдельном ролике, посвящённом конденсаторам. А сейчас я снова натираю пластиковую пластину, ставлю на неё металлическую, заземляю и переношу заряд на лейденскую банку. И повторяю это действие раз за разом. Я повторил это действие сто раз, а теперь замыкаю обкладки конденсатора. И между шариками проскакивает заметная искра. А теперь, после всего, что нам рассказал Алексей, настало время заключительного вопроса. И для него я вернусь к опыту с бумажками из первого ролика про электрические заряды. Я натираю трубу, подношу её к бумажкам. Они зашевелились и взлетают, притягиваясь. Но спрашивается, если на каждой бумажке происходит перераспределение заряда и плюсы оказываются со стороны отрицательно заряженной трубы, а минусы с противоположной стороны, то плюсы, конечно, притягиваются к минусам трубы, но минусы на бумажке отталкиваются от минусов на трубе и кажется, что в целом бумажка не должна подлетать к трубе, а она, тем не менее, подлетает. Спрашивается, в чем же тут дело? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе.